В Минобороны рассказали, каким был план России по захвату Киева. Россия рассчитывала, что сможет быстро захватить Киев и установить свою власть в столице. Однако после сопротивления сил обороны оккупанты пытались заблокировать город. Об этом в интервью РБК «Украина» рассказал первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он отметил, что первоначальный план россиян по захвату Киева был рассчитан на краткосрочную операцию продолжительностью 3-5 дней. Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956, Чехословакии в 1968 и в Афганистане в 1979 году. Окупанты по привычному для себя принципу планировали быстрее высадить силы специальных операций, СССР и воздушные десанты на подступах к Киеву, на аэродромах Гастомель и Васильков. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и объекты критической инфраструктуры, заявил Павлюк. Россия рассчитывала на крушение украинской системы управления. После чего войска РФ собирались захватить правительственный квартал, ликвидировать или арестовать руководство, а позже установить своих марионеток. По словам Павлюка, россияне не рассчитывали на сопротивление и не готовились к уличным боям. Учитывая, что в уничтоженной технике россиян была парадная форма одежды, они больше готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям. В последствии, безусловно, этот план изменился, поскольку намерения противника были полностью разбиты силами обороны, сказал генерал-лейтенант. После этого Блицкрик полностью провалился, российская армия перегруппировалась, пыталась окружить и заблокировать столицу. Нанося удары по городу, оккупанты хотели посеять панику и заставить силовым путем сдаться. Напомним, командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский назвал освобождение Киевской области фундаментом дальнейших военных операций. О том, как изменилась жизнь в Буче спустя год после деоккупации, в материале РБК «Украина». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм. Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК «Украина». Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК «Украина» – www.rbk.ua О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту. СБ Собака РБК «Юэй». Субтитры создавал DimaTorzok